всем привет 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 и спасибо огромное за то что смотрите мои монологи слушайте их за то что пишите комментарии это главное это самое главное потому что как я уже говорил я отдаю посыл какой-то показывает у или иную пластинку все обсуждение все эмоции все мнения они все в комментариях это самый кайф ради этого в общем все и происходит на самом деле ну и что 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 вот предположим у вас недавно был большой праздник предположим на этом большом празднике вы вели себя развязно в рамках разумного конечно предположим вы выпили как следует отдохнули покричали ну возможно танцевали я не знаю сейчас это по моему уже не модно вот в годы моей юности мы танцевали будь здоров как и виктор робертович свой и я и свин и все просто витя же написал стихотворение танцы 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 все что нужно иностранцу в определенной степени были иностранцами конечно в советском союзе чуть-чуть иногда становились ну потому что вели себя не так как положено советскому человеку вести себя было тогда ну да бог с ним это дело прошлое ну-ка вот предположим вы как следует отдохнули и чувствуете себя не очень в силах да и нужно отдохнуть и ничего на мой взгляд лучше для отдыха после хорошего праздника нет чем ну скажем вот эта пластинка вот эта пластинка джон майл crusade называется она это первый альбом джон майла который я услышал своей жизни и одна из первых блюзовых пластинок которую я тоже услышал своей жизни и можно сказать что с блюзом я познакомился благодаря вот этому альбому я был совсем еще дитя ну то есть не дитя я учился в школе не помню в каком классе пришел в гости к товарищу не однокласснику а просто товарищ дворовый а его папа собирал пластинки и мы стали слушать папины пластинки вытащен был с полки вот этот альбом у меня кстати говоря оригинал английский я слишком уж люблю этот альбом прусь от него много десятков лет хорошенький такой и стали услышать но понятно что в ту пору мы любили музыку как нам тогда казалось самую лучшую в мире советские школьники что любили самую лучшую музыку в мире лучше которой не бывает не буду озвучивать название групп они всем известны и большинство слушателей до сих пор считают что это самая лучшая музыка в мире повторюсь не буду озвучивать чтобы никого не обидеть тем более что я сам эту музыку слушались по ну вот и как-то странно меня зацепил этот альбом совсем маленького не совсем маленького ну как у советского школьника хотя он был абсолютно не похож по музыке на то что мы тогда слушали все и я его послушал потом еще раз опять придя в гости к своему дворовому товарищу и стал любить эту музыку под названием блюз и стал вслушиваться где-то находить что-то пытаться узнать об этом что в советском среде было просто ну ну очень сложно потому что спекулянты везли то пластинки известны какие дипе полы дзепелин и пинг флойд и там еще ряд наименований а блюза на толчке на черном рынке поискать еще было ого-го как ну очень мало я вот зуб даю клянусь в натуре да очень мало но как-то постепенно постепенно все это собиралось доходило приходило появлялись знакомые которые собирали блюзовые записи так и сложилось мое увлечение блюзом чем какая коим я и хочу с вами поделиться этим самым увлечением и порекомендовать еще раз этот альбом в качестве утреннего дикокта как писал венедик тирофеев джон майл 1967 год у меня почти все пластинки джона майла собраны я не помню какая это по счету по-моему 4 или 5 где-то в этом в районе в районе 4 ну играл с джоном майлом эрик клептон как мы знаем дан играл с джоном майлом после рико клептона питер грим питер грин ушел из группы джона майла и пришел в блюзбрейкерс кто миг тейлор про которую я говорил несколько раз уже в роликах о группе rolling stones куда на мой взгляд он не вписался вообще хотя многим очень нравится игра тейлора в the rolling stones я не могу сказать что мне не нравится его игра в the rolling stones нравится но он не как-то не клеится не клеится с общим звуком группа the rolling stones ну вот не склеивается вместе бывает так что когда я вот кино занимаюсь бывает так что когда продюсер хочет какую-то песню поставить в картину до хорошую песню в хорошую картину вот хорошо записаны вот ставишь ее и все до хорошая песня хорошо звучит и картина хорошая а вот не склеивается вместе это не ну не 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 идет так из rolling stones а вот здесь вот здесь все склеилось все просто уложилась и так неожиданно и миг тейлор записал же на моем еще два альбома после этого это вписался просто просто вот идеально пазл сложился тейлору было 18 лет на момент записи этого альбома всего а он практически лидирует на всех песнях и лидирует очень убедительно и звук у него здесь очень отличается и от клептона и от грин а конечно звук у него здесь совершенно роковый и манера роковая и этот альбом он по сравнению со всеми с тремя предыдущими альбомами майло он блюз роковый он нечисто блюзовый он прямо вот в эту сторону я могу сказать что в песне например последняя песня chicken on my baby песня сони боя williamson а длится она 3 минуты 46 секунд сони бой williamson мог разве писать блюз рок конечно нет а здесь это такой мощный риф такой плотный звук такой громкий гитарный ну громкий мне понятно что не 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 мы включаем громкость да а вон гро громко он выделен папа палитре он просто впереди такой мощный сочный объемный конкретный и просто превратили в почти в тяжелый рок этот самый чеками my baby группа джону моего очень неожиданно ну а начинается замечательной песни о пройти бум он известна нам благодаря альберту кингу эту песню знают все пройти туда 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 прекрасный миг тейлор здесь играет джон майл играет на клавишных поет замечательно очень хорошо здесь все и группа конечно вжаривает угу как джон маквин на бас-гитаре кив хатли на ударных крис мерсер на тенор саксофоне и рип кант на баритоне саксофоне тоже и духовая секция работает как надо хотя многие пишут я читал рецензии что по пионерски звучит духовая секция ничего подобного они сзади дают аккордики такие интервальчики очень-очень уместно выделяют доли очень-очень-очень все на месте и больше и не надо вот как как сыграно так и сыграно больше не надо stand back baby коротенький номер джона маяла развеселенький и очень классный май тайм авто его эл бодигая здесь миг тейлор оторвался в соло уже ну песня бодигая она подразумевает большие соли подразумевает большие сольные партии электрической гитары ну и тэйл тэйл тэйлор тут развернулся по полной схеме хотя это конечно не хард-рок с этими соляками ну как называется длинными безумными и бессмысленными а конкретная блюзовая игра с хорошим мощным и опять-таки скажу роковым звуком по плотности по такой по насыщенности такого звука мало у кого было в 67 году на самом деле так так мне и не вспомнить чтобы такой вот такое ощущение что струны вот такой толщины но при этом подтяжки все дела все все работает снова и вот инструментал которые написали джон майл и миг тейлор я подозреваю что миг тейлор придумал мелодическую фразу одну которую моя бабушка размусоливает почти песни повторяю бесконечно но она хорошая фраза блюзовая и вокруг нее уже он импровизирует майл конечно поддерживает инструментальчик очень крутой кстати в стендбэк бэйби я забыл сказать во второй песни джон майл на гармошке очень крепко сыграл очень крепко просто и вдвоем с тейлором они тут в дуэте очень хорошо все вот основу и будут очень развеселая песня в мимажоре если кому интересно вообще все песни здесь сплошные блюзы они все в мажоре они все мажорные я всегда говорил что блюз эта музыка мажорная не минорная минорные и сделал питер грин и ряд еще белых бледнолицых сумеречных англичан на самом деле это мажорная музыка всегда первый аккорд всегда мажорный джон майл тому пример хотя поет он достаточно как-то так печально то бы у него не не раскрытый такой солнечная у него лондонский туманный голос но тем не менее песни хорошие мэн оф стоун иди киркланда вот это настоящий уже такое настоящий черный блюд сыгранной белым человеком аутентично не испорчен паровозик побежал встал и поезд поехал из чикаго куда-нибудь далеко-далеко очень классная песня ну а тирсы моя джона моего это фирменные хотя она в до мажоре но она такая печальная джон маял развернулся здесь в своей тоске печали в своем видении блюза лондонского туманного сырого и темного по полной схеме вот для для отдыха нас бред на лицах с вами товарищи после хорошей вечеринки как раз первая сторона этого альбома она полный рост и заканчивается вот те же зимой айс и и хочется сразу пойти к холодильнику и продолжить вот не совру послушайте сами оцените мои пожелания driving sideways на второй стороне пьеса фредди кинга еще один инструментал еще один бенефис мика тейлора очень убедительный фредди кинг не последний автор не последний гитарист миг тейлор не испортил ничего а может быть где-то для кого-то покажется покажется что и улучшил ну сделал более не то чтобы европейским и по-белому а точнее по рокового так уж получилось ддс of джейби ленуа джон майло фабажоре классика блюза хоть написала джо хоть написал ее джон майл они черный музыкант настоящий корневой но абсолютно классическая печальная вещь потому что вот тоже печальная по смысл ну и многим будет интересно кентку квит ю бэйби конечно песня всем известная мало того что по оригинальным записям так и по версии группы лодзеппелин ну здесь конечно отличается от лодзеппелин но я не скажу что в плохую сторону она приближена к тому немножко приближены к тому что делал отис rush с этой песней своего время когда она позвучала впервые но и такого зверства безумного как у лодзеппелин здесь тоже нет она где-то посередине находится и она конечно куда как более правильная если губер если говорить о блюзе о блюзе не вообще а роке там обо всем этом о музыке она конечно очень очень правильно сделано с уважением коте сурашу с уважением к оригиналу но опять таки все равно уже в блюз-роке уже не в чистом блюзе а все равно уже более понятный звук для белого человека с электрической гитарой скажем скажем так стим-лайн можно повеселиться немножко и mind my woman предпоследняя вещь хотя она и не майлом написано но такое ощущение что специально для майла специально для лондонской городской печали но при этом печаль не печаль а пластинка удивительно хорошая удивительно проникновенная звучит удивительно современно до сих пор хотя это 1967 год после праздников лучше ничего не придумаешь вот поэтому я пошел пить вы оставайтесь вместе со мной наверное да все пошел пить пока